Клинический диагноз вирусный гепатита плюс желтушная форма тяжелое течение и внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония. Вилья Рубин был 260, сейчас сколько Людмила Николаевича раздала анализы. Заведующая лаборатория, она меня никогда не видела. Просто я там лежала в этой, Людмила Николаевича мне сказала, по телефону, я ей скинула по Вайберу, она была в Германии анализа, срочно, в инфекционку, у вас желтуха, но она же не могла определить воспаление лёгких. Смотрите, я в инфекционку, у меня там, правда, сразу же, у меня целый день капала. Это было в четверг, в понедельник тебе сказали сдать анализы и прийти ещё к врачам. Да, то есть они меня гоняли, лошили, это долгая история, меня никто не лошил, они меня... У вас мёртвый желчный, скорее, вроде бы созвонили со второй хирургии к заведующему, он такой высокий, а я больная, истощённая такая, он махал такими этими своими крыльями. Мадам, я не знаю, что с вами делать, я хотела сказать, ты придурок, лечи меня, что-то делай. Ну что, если мне тяжело, мне бы тяжело было ходить, мне вообще не было сил, я умирала. И вот сейчас мне идеальная анализа, это два слова. Сколько времени прошло? Три недели. Я пила Людмила Николаевна, что вы, я не помню название, вот этот... Ардетокс. Ты пила ардетокс, ардетокс, отрегулировали питание, отрегулировали... Вот стулья, потому что я ей писала, Людмила Николаевна, я не могу покракать. А потом, наоборот, что делать. И вот сейчас, слава богу, у меня всё, вчера я дала анализ, и всё. Я сказала, я никому ничего не буду говорить, Людмила Николаевна, пока я не сдам анализа. Вот я прошла эти три недели, потому что меня выписали, всё болит, анализы ужасные были. Гемоклобин очень высокий, не гемоклобин, а как это? Билирубин. Билирубин. Билирубин очень высокий. АЛТ, высложен. Но я сказала, вы знаете, у меня нет сил, у меня надо идти домой, потому что я три недели у них пролежала, 18 дней. Я говорю, я хочу домой, я здесь умру. Всё, наступил момент, когда я понимала, что всё, мне так плохо. Я хочу домой. Людмила Николаевна что-то прописала. Я начала... Так а что прописали? Пандитокса, тишок, ассимилятор, заработка, рак, 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 рак. И всё. Теперь я всё восстановила, себе кишечник. Сейчас мне следующий. Далага, я заведующих, которая никогда не видела. Она у Жанны, которая там медсестра, которая, ну моя знакомая, она там работает. И она приходила меня навещала, Жанна, можно сдать анализ, потому что везде сумасшедшая цена. А тут 260 гриллер. Мало того, что недорого. И эта заведующая говорит, это сколько лет? Ну такая, как я, девочка. Боже, у неё анализовала бы девушки. 260 и 11. А от этого у меня всё в норме, она говорит, у неё идеальные анализы. То есть я сейчас могу говорить, потому что я совершенно не то, что не была заинтересована, заинтересована только в своём выздоровлении, не в распространении. Но сейчас я ко мне приходит, а что вы принимаете? Клини, этот, аптека низких цен, это тоже моя подруга. Она говорит, Талилочка, а что вы принимаете? Я говорю, храловый клуб, она говорит, по-моему, разли. То есть даже фармацевты, понимаете, которые любят только лекарства. А муж мой, он иностранец, и он немножечко скептически к этому относится. Он вообще относится к нашей медицине сейчас отрезательно. Потому что мне стали учить гепатита С, Б, я говорю, подождите, нет, вот анализа гепатита С и Б нет. Они никого не слушают, они меня же оттарабанили, чтобы вырезать жёлчку. Но слава богу, что я на то утро пожал тело, и я осталась со своей жёлчкой. Это такое-таки сказочное слое, и мой муж, потому что год назад женился на другой женщине. Так это было, наверное, невнимание. Я получила больную спичку. А вот тут у меня начали парни, я не пищила дома. Я лежала, я пила там молоко горячее, я понимала, что я простужила. Но оказывается, у меня губиров, и я его затолкнула вниз. А потом я воспалился жёлчный. Пошла в поликлинику, мне прописали кучу лекарств, которые несовместимы. Это не только, это не любила лекарства, это аптека низких цен, заведующая. Это лёночка, они вам прописали кучу лекарств, и они дали на груз, и не получили кучу лекарств, и получилась жёлтуха химическая. Вот лекарства. Но они это натворили. Две я сдала УЗИ, два УЗИ. Они, боже, у вас, то есть никто не сказал, что жёлчка. А это. А, ну это как жёлтуха от лекарства. Оказывается, есть механическая, есть какая-то физиологическая, а есть вирусная. Их много очень. То есть это самый такой лёгкий вариант. Но многие те, кто болеет, хранится гепатитом ВАЦ, не вылечиваются. Поэтому мы ходим, заражаемся, весь день. Но некоторые от меня тоже как от чумы. Я сказала, вы предатели. То есть как от чумы. Для меня не та форма. Я же, Людмила Николаевна, я могу кого-то заразить. У меня же первый же день, когда уже тело пошло в больницу. А в первых три дня, на нашем вернемся, то у меня была не та форма.